хоба привет с вами доктор влад это вот лазил по своему каналу сейчас ну по админке да посмотрел у меня столько удаленных там ой тысячи тысячи и тысячи ребята ну конечно мог бы их оставить вот и у меня тут было бы больше как говорится клиентов да ну вот но с другой стороны мне так хочется покоя понимаете счастья нет есть покой и воля вот мне хочется покой и воли а я удаляю даже вот кто-то начнет спорить вообще не по делу чего-нибудь да или там хамить или все такое прочее вот я не хочу я хочу чтобы у меня оставались культурные люди на моем канале спасибо вам большое что остаетесь со мной кстати говоря обмен заключенными между россией и украиной завершён об этом несколько минут назад это в 1402 москвы кстати об этом несколько минут назад заявил у полному упал упал намоченный по правам человека по при президенте татьяна москалькова россия и украина обменяли заключенными страны передали друг другу по 35 человек самолеты почти одновременно приземлились москве и киеве тдд сенцов сущенко гриб вышинский цемах мне сказали цемах надо говорить ну которого нидерланды считают важным свидетелем по делу о крушении мх-17 но посмотрим что из этого получится у меня там еще кое-что есть дальше так теперь про нашу любимую госпожу панфилову на которую напал молодой красивый такой стройный да вот где она живет вот тут мне посоветовали греб пьяных такой вот он значит походил там вокруг вот этого поселка где она живет панфилова да и поснимал с вертушки сверху да но с беспилотника с коптера и в общем он дома первых так и не показал вот ну да дорогие дома тут 6 9 миллионов дорогие дома но у него деньги есть это понятно но он показал такой момент очень интерес там заборчик стоит на пригорочке да вот он прям под этот заборчик так ныр и все и он уже с другой стороны так что пробраться туда вот как два пальца об асфальт понимаете да вот но дома ну так ничего себе ну не 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 виллы как говорится ну да красивые дорогие дома так я понял что вполне вполне такое могло произойти ребята вот такие дела как обычно камеры не работают и все такое прочее и в общем запросто к ней можно забраться я так думаю что действительно что-то было может быть по ошибке вот ну не знаю дальше видно будет я думаю это дело раскопают так еще новости давно уже висит но я решил вас ознакомить немецкая подводная обсерватория исчезла со дна балтийского моря там была офигенная обсерватория но на якорях на дне да она перестала подавать сигнал 21 августа и сначала думали что возникли проблемы со связи а потом сунули туда водолазов они нырнули посмотрели опа а там разорванный кабель и станции нет вообще то что станция была стене снесена штормом не рассматривается так как общий вес научного оборудования составлял около 800 килограмм ну тонна практически да сперли на глубине 22 метра просто украл кто-то украл балтийское море меня терзают смутные сомнения там есть российской границы да если кто украл так конечно посадка индийского аппарата на луну закончилась неудача ребята она на два километра опустилась да а потом бах и связь была потеряна какая жалость а так было бы интересно так что индусы он индусы облажались так по-русски говоря петербурге после первого учебного дня не вернулись пять школьников боже мой среди пропавших детей есть те кто не в первый раз бегает из дома дети бегают я в детдоме когда работал в подмосковье да знаете как бегают не любят вот они вот даже в детдоме ну казалось бы все тебя и кормят и поят и чистая постель все нет убегают где-то по вокзалам ужасно это ужасно да неоднократно 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 вот так подросток прыгал по машинам в красном селе видео но видео какая-то камера за security стоит да уличная видеокамера прыгают подростки трое бегут парень девушка еще один парень парень прыгает по машинам а эти бегут рядом у них бутылка да ребята о времена о нравы на нехорошо это так испания намерена запретить иглоукалывание гомеопатию да интересно считается что толку от нее никакого из даже из-за вреда здоровью но тут скорее не вред а просто потеря времени ребята вполне может быть но я-то уверен насчет иглотерапия вообще ни грамма не сомневаюсь самый простой пример ребята вот если у вас вдруг схватила сердце да вот берется мизинец левой руки в мизинец и сжимается вот так вот вот крупно показывают вот вот так сжимается мизинец левой руки сильно медленно потом отпускается потом опять сжимается ребят если у вас только не инфаркт у вас боль сердце проходит мгновенно вот вам даже не иглотерапия просто точки понимаете здесь вот мощные точки но у меня полно роликов я просто хочу сказать и насчет гомеопатия тоже говорил у меня жена лечилась одна из вот и она лечила щитовидку и очень хорошо ну прям чувствовал что она уже не психует вот она съест эти вот маленькие свою таблеточки вот еще в советское время и есть сразу хорошо ну не знаю ну вот так так смотрим дальше врач чего врач врач заявил что не существует таблеток от ожирения но это здесь же где газета ру просто это же испанец один из основателей испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений жуан пужой рафолс о как красиво да он сказал что не существует таблеток или диет которые вылечили бы ожирение да в общем да ребята диета но дед диета одна постоянно питаться здоровыми продуктами в небольшом количестве вот и все и при этом специалист не смог назвать единственную причину развития ожирения по его мнению ожирению к ожирению может привести совокупность факторов сидячий образ жизни недостатка физической нагрузки питание генетической расположен предрасположенность таблетка нету наиболее эффективное средство хирургическое вмешательство но отрезать жир просто и все то я видел как-то операции не помню какая-то какая гинекологическая операция была там живот резали вот и там столько жира было пациентки хирург так брезгливо отрезал этот жир и бросал в ведро у живого конечно уже 8 миф полезно отчет у меня сегодня одна медицина полезно есть несколько раз в день небольшими порциями это миф это миф ребята да дело в том но я не буду всю статью читать смысл в том что вы просто насилуете желудок если вы кушаете много раз в день желудок этого не приспособлен столько раз в день кушать и вы можете заработать все что угодно и язву и колит и так далее так что нормально два-три раза в день внутри завтрак обед ужин там полник это все не более того эдуард хил опс ему бы знаете сколько исполнилось ему могло бы исполниться 4 сентября 85 лет если кто-то помнит мистер тролло ложе его называли да и оказывается вот это внезапная слава его погубила ну песнику было песенка у него было то тут это тарата 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 без слов вообще вот вся песня без слов а вот его кто-то опубликовал назвали в мистер тролло к нему пришла слава ну рассказывает родственник его вот его начали везде приглашать отец отец его значит ну сын рассказывает вот и мировой успех в возрасте за 70 отцу дался не просто в том числе и состоя из состояния здоровья поделился сын музыканта вот и вы все восхищались его пригласили в европу и в общем он в контакте концов сердце шалило и перестал он что-то даже таблетки пить и в общем в общем плохо стало и все инсульт жаль очень хороший певец вот такой живородя в фоне как это сказать но в общем всегда такой счастливый выступал такая улыбка у него животворящие вот живут в их не живородящие ладно президент сша дональд рейган ой дональд трамп предложил разместить разместить пострадавших от урагана дариан на круизных лайнерах а вот хорошо бы его разместить вот там рогозин какой-то делает луноход вот его бы разместить трампа на этом луноходе как было бы хорошо а вот глупость за каждый день уже дня не проходит чтобы глупость не сказать жители разных районов москвы жалуются на запах газа об этом сообщает агентство интерфакс со ссылкой на компанию мозг газ там уточнили что уже провели проверку выяснили что поставщик превысил уровень содержания примеси используемые для придания газу запаха мозгазе также добавили что число обращений уже снижается смысл в том что газ сам по себе природный газ он ничем не пахнет а чтобы ну если вдруг утечка чтобы он был запах да вот добавляют туда примесь вот переборщили с этой примесью наверно на халяву достали и сунули рогов обмен пленными скорее всего часть масштабного проекта по нормализации отношений россии западными странами ну правильно выгнали же семерки россии да ну из восьмерки вернее выгнали и вот путин сейчас пытается что-то такое какие-то жесты делать мне кажется вот кирилл рогов политолог говорит мне кажется этим стоит некоторые ожидания и надежды на улучшение отношений с европой для кремля явно идут какие-то переговоры о более масштабной деэскалации в отношении ладно хорошо так эстония создаст резерв быстрого реагирования на зеленых человечков вот так ребята и правильно что эстонцы опасаются какой-то мобильный резерв он будет работать при ротах по 150 человек они должны были бы они должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов катастроф появление зеленых человек в петербурге 100 человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания что-то там возгорелось 24-этажный жилой дом петербурге пушкинском районе возгорелось 100 человек эвакуировали но вроде бы нет жертв не пишут штаб политика навального в петербурге пришла полиция с обыском в масках нагрянули маски шоу и почему неизвестно прямой трансляции которая ведется в твиттере штаба сообщили что силовики считают что в организации готовили бюллетени для вброса а ее заподозрили и сразу маски шоу да нифига в россии увеличили премии для молодых ученых до 1 миллиона рублей но это известно какие молодые ученые какой-нибудь молодой ученый внука ротенберга да ну вот всем всем им надо же как-то их примеровать вот внуков сыновей дочерей экс-король малайзии сожалеет о своем выборе в личной жизни ох ребята но он женился вы знаете вам рассказывал да он женился на мисс москва 2015 и в общем долго нас не прожила и почему он был даже вынужден отречься от престола из-за брака в мае у них родился ребенок но уже в июне мы в малайзии появились сообщения об их разводе нифига себе мужик все потерял да не женитесь на москвичках поняли да крымские врачи дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза такая статья прям ой крымская газета ой 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 спасение и так далее ребят все это вранье никогда не поверю пока в америке даже нет а чтобы в крыму что-то изобрели но это очередная утка крым как же когда он стал тут вообще так интересно вот она пишет ну вот это вот врач до который вот этим занимается и вот она пишет что когда крым стал российским у меня сразу появилось 100 человек пациентов вот с этой самой с псориазом а я подумал где чужих специально завезли что вот как только стал россии пока был украинским не было псориаза да а как только стал расисте сразу псориаз 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 какие-то вот не задумываются они до пишут бог знает что обмен состоялся отчуждения продолжается это серпом по телеграм-канал ну правильно правильно они не более чем под подведение черты под замороженными боевыми действием в остальном все остается по-прежнему крым захвачен часть юго-востока украина отрезана от страны но смысле от украины до российским военным участием россии под санкциями западных стран что дальше будет ничто не указывает что власти россии готовы двигаться дальше но сейчас будет себе путин что-то просить сейчас будет трамп кричать что путин пошел на сближение и так далее ну как обычно два сапога пары так и последнее освобождение вот тоже интересно венедиктов он последнее время стал очень коротко в блогах очень коротко на самом деле мои украинские подписчики кто с вашей стороны повернул ключ к освобождению это лана зеркаль замминистра иностранных дел украины которые сначала выиграла у нас дела в смысле у россии дела в международных судах и трибуналах а затем осуществляла неформальную коммуникацию новой команды президента зеленского и вот ее фотографии такая симпатичная девчонка лана зеркаль на всякий случай запомните ее фамилию всего хорошего до свидания доктор влад с вами еще я сегодня появлюсь пока